Здарова! А вы знали то, что РП бывает не только в Гаррисмоде, но и в других играх? Например, Антернет РП. Да ты чё? Бля! Да, я уже знаю, что вы чувствуете. Рвотные позывы приветствуют не только вас. Признаюсь сразу, я новичок в этой игре и могу чего-либо не знать. Я её запускал всего лишь раза два-три, и то я тогда не знал о существовании РП. Поскольку я снимаю ДРК РП в большинстве с небольшими паузами на другие игры, мне стало действительно интересно, как обстоят дела на других РП-серваках на базе других игр. Наверное, пора заканчивать со вступлением. Если что, эта нарезка была сделана со стрима, который проходил на Твиче. Ссылка в описании. И, кстати, после ролика он будет тоже. Меня зовут Андрей Чупчик. Чупчик? Его ещё можно Чипуньком называть. А как вас называть? Шату? Вы француз? Нет, потому у меня имя Кирилл, а фамилия Шаталов. Меня Шатунов зовут. У меня начинается набор. Сейчас, сука, устроим набор, объявлю ли нею. Добро пожаловать в солнечный штат, Рио, Дажанейро. Нихуя куда нас закинуло? Порыбачить, получить медкарту. Паспорт нужен мне, вообще-то. Да. Недолго думая, начинаем искать того, кто сегодня работает в МФЦ. Где медкарту и паспорт получить? Паспортный стол, где у вас МФЦ? В полиции. Где? МФЦ в полиции находится? Да. Так, я поспоку мигрант, и я пойду сейчас в полицейский участок. А где же он? А как вида третьего сделать? А паспорт вон там, в вертолете получать? Да, в полиции. Ну, отведи меня прямо в вертолет. У тебя есть ключи от тебя? Нет, пойду. Паспорт 250 долларов, лицензия на оружие. Нихрена себе, она-то дорогая. В РФ это бесплатно дают. Ну, проблема в том, что в РФ, сука, дают его бесплатно всем абсолютно. Ого, это Супра? Ну, тут какой-то магнат, очевидно, живет, посмотрите. Блин, осуждаю, сука. Осуждаю, владельца машины, сука. Да, понятно, что не мой дом, иначе бы я его тогда не беру. Так, покатайся на горке, ну, вот оно, занятие. Занятие для целевой, блядь. А тут лестницы нету, тут только подтягиваться надо. Это обратная горка какая-то. Не, подождите, я как-то подлетел. Нормально. Идите на детскую площадку, играйтесь. Вам еще нет 14, не будет у вас паспорта, блядь. Мне вот интересно, у них паспорт есть? О, там что-то, там РП жесткое пошло. А почему-то, почему полицейский проверяет меня в, это, в... Не знаю. Почему полицейский вообще пришел к вам, а не ко мне помогать? Вот, идите, у вас там человек хочет. Где ты? Давай, пошли. Сейчас, подожди, закончу дорожную работу. Ну, иди сюда. Сейчас, мне дорожная, мне дорожная работа, говорю. Подожди, мне заказ сделали, надо этот, люк снять. Все, снял. Разобрет, куда я попал, ребят? Ребят, куда я попал? Ты кто? Человек. Слышишь, ты паспорт дашь, мне нет. Пойдем, давай за паспортом. Нашелся некий микромент, который с радостью согласился прописать мне новые документы. Еще бы, чего только за 250 бачей не сделаешь. И что вы делаете? Ну, охраняем город и продаем документы. Ага, от кого охраняете? Тут же нет никого. Ну, ты пока что не разобрался. У нас есть люди, называющие себя виноделами. Ну, потом ты поймешь. Обязательно. Можете сказать свое имя, фамилию? Биджоев Аслан. Так, чай. Так, слышишь, не подглядывай, не списывай у него. А что он делает? Переводите. 250 долларов я сейчас скинула. Куда, куда? Ну, как перевести конкретно? Напишу карту. Тут было написано. Сбер у вас или теньков? Вот, тут на листке написано. Что такое Сбер для теньков? У нас таких карточек нету. У вас нету банка? У нас Зайвбанк. Пришло на Киви, посмотрите. У вас, наверное, на Киви. Ну, отправили на Зайвбанк. Все отлично. Вот он ваш паспорт. Так, и что мне делать с ним? Даже не удивляйтесь, если вы там его сфоткали. А как мне его, если что, предъявить? Уберите перцовку. Вы нас вдвоем сфоткайте. У нас паспорт на двоих будет. Тогда лучше на. Вот, я его двоюродная сестра. Так вот. А вы ему бесплатно дали. Тогда верните мне половину суммы. Вы заплатили за него. А он нет. Я заплатил за двоих, получается. Мне нужен паспорт за 125. Не, ну смотри. Ты заплатил за себя 125. Я своего близнеца. И еще 125 ему. Все. 125 тогда мне давай. Он потом мне торчать будет деньги. Пусть тебе лучше сразу отдаст. Либо я просто потом это решу. Это и по ножовщину. Я кинул тебе деньги. Атлан. Ты кинул мне деньги? Хорош. Все, давай я вас фоткаю. Это вспышку. Включите вспышку. Вы на рацию с фоткой? Ладно. У вас рация с фотоаппаратом? Нет, это современная рация. Там есть и дискуссия, и многое другое. Дискуссия? Это читай, как телефоны. А можете показать наши фотографии? Ну, не могу. Ну, это же мы все равно. Там ничего такого. Мы с нашими паспортами. Да, да. Ну, на паспортах все я посмотрю. Вот. Да не, не, не. Я имею в виду, именно как мы получились на фотографии. Может быть, перефоткаемся? Просто посмотреть. Достаньте вот этот ваш технологичный фотоаппарат. А, так вы селфи делали? Он шевел. Вы же селфи делали. Вы сами себя сфоткали. Перефоткайте. Я не сам себя сфоткал. Не, перефоткайте, перефоткайте. Вы сами себя сфоткали зачем-то. Вы в истории выставляете? Нет. Ну, вот мы и получили наши заветные паспорта. Без наших фотографий, конечно. Зато вместо них красуется селфак полицейского. А пошли мы куда? Снова в больницу. Потому что там основной приток людей. И тут больше всего движок. Немного узнали подробностей о каком-то местном Кирилле. Кирилл у нас тоже не продает. Он их принимает. С вас, с вас скидка, с вас скидка. Потому что я вас порекомендовал. Идем. Он, конечно, там у нас был такой сомнительный момент. Он нас немножко заскамить пытался. Но потом мы это решили. Выставка на месте. Там это, три полоски сзади пришли. А вот это местный крутой шкет. Крутой он, потому что у него больше полосок на одежде, чем у других. И когда он достает оружие, то полицейский ничего ему не может сделать. Ну, как всегда. Ты ему, похоже, не понравился чем-то. А что такое? Ну, нет, я... Нет, это не такое. Это я его отправила на банановые. Потом у шкетов назрело какое-то крутое РП на ориентационной почве. Какой Макаев гей? Ну, с этим я, конечно, согласен, да, он гей. Но я бы предупредил. Подожди. А он тебя не был обязан предупреждать в этом? Это было описание. Я такого и не писал. Сразу говорю. Дверь открой! Дверь открой! Дверь открой! Откройте! Откройте! Ой, бля! Извините, извините, извините. Выйдите все, пожалуйста. Я же хотел разобраться. Ты что, оружие не боишься? Ты что, оружие не боишься? С этого момента я четко понял, что Гиппократ со своей клятвой пошел нахуй. Боишься? Я ему похуй, он стучит. А вы меня позовете? Много чего не нравится. Можешь тебе? Ладно, посидим. Только раз позовался разговор. Он просто сидит. Это вообще-то написано что-то. Написано, говорю, что-то, посмотри. Выйдите, пожалуйста. Или сейчас открою, но по вам огонь. Я ничего не вернусь. Меня вообще надо арестовать, а не убивать сразу. Вы что? А, осла... А, вы же не, вы же не, вы же не, пожалуйста. Насчет, что ты начну огонь. Так вы его уже начали вообще-то, вы выстрелили. Я выстрелил в потолок. Ну так вы сказали, что вы начнете огонь, а вы уже опять выстрелили. Нормально все? Это не я. На чем все-то. Вот так, Андрей Чупа-Чупан. Чупа-Чупан. Давай, вот этого человека, пожалуйста. Сможешь? Зачем? Ладно. А что он хотел? Он хотел, чтобы ты меня типа бахнул, да? Что дальше? Нет, 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 нет. А зачем? Нет. Круто. Яси, он крутит нож у себя в руке. Да, на другой этаж, если что-то спокойно было. В больнице образовалось два нюанса. Первое. Зачем полицейскому заказывать меня, человека, которому он только что выдал паспорт? И второе. Ну, раз уж они так хотели поговорить вдвоем, то зачем постоянно открывать двери, впуская кого-то третьего, четвертого и после этого расстреливая все, что находится в комнате? Все, кроме Жанна, выйдите. Кто Жанн, кто Жанн, чтобы разобраться? Меня просто Жангарло там. Все люди, кроме полицейского, выйдите. Меня, у меня, у меня, у меня. Жанн, давай, что жанн, Жанн, есть нам карта-нибудь? Нету, ссори, нету, ссори, я потом спешу, его отдам. Помогите, мне нужна лицензия на оружие, я хочу приобрести ее. Нет, мне ее нету. Лицензию на оружие продайте. У меня ее нету. Успокойтесь, люди, пожалуйста, у меня важный разговор, это сын, там, у главы. Жанн, не сах, коза. Можно я его бы? Зачем? Баби, Джанник, пошли, пошли. Я ее, я тебе... Мне лицензия на оружие нужна. Сейчас я выключу огу, пробку. Подними руки, поднимите руки, люди, поднимите руки. Руки, поднимите. РП. Кто стреляет? Не хочу, мне нужна лицензия на оружие. Подними руки, подними руки, подними руки. Поздравляю, вы победили в конкурсе, вы получаете за эту лестницу, а ее трудно достать. А вы не подняли руки, значит, вы уебан, на, держите. Лицензию на оружие продайте мне все-таки или нет? А, вот вы где притаились. Лицензию на оружие продайте. О, а что я сюда пройди, не могу. О, прикол. Ушел. Ушел, раз. Ушел, бам. Что это за хуйня, блядь? Блядь, почти что, сука, сдохну, блядь. Я ему просто шлем с руки пробил, блядь. Смотри. Заинтересовавшись таким высоким уровнем РП, с которым может конкурировать разве что Росэлит в Гаррисмоде, я решил узнать, есть ли тут вообще администрация. Но слово администрация тут никому не знакомо, поскольку тут все очень РПшные. Так, а тут админа нету или есть? Нет. Кто такой админин? Высшая сила, которая помогает нам смерть. Чупчик хиль, чупчик хиль, чупчик хиль, чупчик хиль. Нет, ну как тебе сказать? Какие же они РПшные, блядь. Так, что ты тебя здесь, сейв, чё ты пиздишь, сейв от... Сейвов тоже нету, сразу говорю. Хорошая полиция тут, однако. Жадно, я... О, блядь. Продай мне лицензию на оружие. Ээээ, ты не хочешь принять группу? Продай лицензию. Я сейчас посылаю трюки. Чего? Продай лицензию. На, 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 лицензию, заеба... Наконец-то. У тебя пять секунд, чтобы сибаться. Раз, два, три, три, четыре... Отлично. Я этого не видел. Заскорбленье. Меешь ставить группу? За нахуй, блядь. Короче, короче, я делаю. А ну, респавн. У меня сохранилось же всё, да? А это разве коп или что? Это коп разве? Какую рекламу, блядь? Вы чё, прикалываетесь? Нет, не реклама. Я зашёл просто на рандом. Первый сервак рпшный, который мне попался. Вот я на нём сейчас пока что гоняю. Я как посмотрю, ребята, ну, с удовольствием смотрят. 60 человек, 70. Вот. Я тут сижу, по рофлу, считайте, играю. Мне вот интересно всегда было, что тут за рп такое вонтёрный день. Я решил последовать советам сервака и написать жалобу, по примеру, выше. Команда не найдена. В смысле? На какую тему тут рп? А я не знаю, на самом деле, раторный. Спасибо. Да тут на сервере делать нечего, не только в крафтах. Ну, вообще, да. Но тут 16 человек онлайн, ребята. Тут кто-то реально сидит, серьёзно отыгрывает. Там около 12 или 10 человек сидело, реально этим занималось. Вот чё. Вы что, оскорбляете чьё-то рп? У каждого, ну, каждый по-своему получает удовольствие. Не до Майнкрафта, так и гемота раз в одном. Но знаете, в Гаррис Моде, мне кажется, побольше рп будет. Как бы вы, конечно, сильно не поносили Гаррис Мод за рп, но всё же, благодаря, вообще-то, этому режиму про игру помнят и об игре говорят. Каким бы хреновым эвстратом не было кринжовым рп в Гаррис Моде на разных серваках, всё же этот режим даёт толчок этой игре. Чел, так как админов нету, начал массово rdm-ить, в принципе, что неудивительно для данного сервера. Может, с ним подружимся? Пойдём. Ну, в принципе, как варик, но я бы лучше оружие пошёл бы, купил бы и тоже пошёл бы. А я не знаю, где он в магазин. О, сейчас, погоди, я, блядь, посмотрю, где он здесь. Мне интересно, как ты зашёл именно на это говно рп? Я не знаю, блядь, я первый попавшийся рп-сервер. Я тебе просто так расскажу, я являюсь, типа, мододелом в данной игре, и просто, ну, тебе честно сказать, я нашёл на сервер пятнадцатого года. Понимаешь, просто челы поставили модификацию оружия модового, и просто выдали это детям, и всё. Так, на дырк рп что же сказать? Подлечите меня! Я наверху лежу, вызовите медика, блядь! Что он делает? Он их захуярил двоих! Ну просто с кулаком замесил чела в обмундировании, блядь! Да ну его нахуй, этот сервак! Субтитры подогнал «Симон»!